Что у нас с отображением общественного транспорта на карте была Яндекс.Транспорт? С компанией Яндекс мы уже связались, вышли непосредственно ответственного исполнителями с их стороны. Они нам предоставили технические задания. Сейчас мы технические задания заполняем, соответственно, с теми требованиями, которые хотели бы видеть, чтобы отображал данный программ. Ну и, соответственно, в дальнейшем тоже, согласно регламенту и внутреннему Яндексу, будем пытаться, конечно, без посредников обойтись собственными силами. Я думаю, по этой теме я более подробно еще, конечно, положу, когда уже будет более подробно исследовать. Но все же, Эмилий Рафаэльович, до 2021 года все это прекрасно работало. Что случилось-то потом? Кто злодей? Можно пальцем показать? Кто порушил систему? Здесь, во-первых, здесь нет конкретных лиц, каких-то виновных функционерах, потому что как поменялась техника в городе, поменялась сам ГЛОНАСС, поменялся технологичный план, который отображает где-то корректно, где-то некорректно. То есть проблема в том, что, по моему мнению, не нужно пользоваться услугами последними, как им пользовались ранее. То есть эта работа даже не сделала, сейчас будем самостоятельно ввести эту программу. Если и будем выбегать научный сайт, то понадобится исключительно технического характера, ну, соответственно, ту, которую работа не может выполнить сайт. А работа, которую мы заполнили, там, из-за стабилизации, нормализации, это, я думаю, мы не согласились. Ну, то есть до Нового года жители Балакова увидят транспорт, а как? С нашей стороны до Нового года все действия будут сделаны. Здесь вопрос со стороны компании Медреса. Я очень надеюсь, что это будет.